На библейский портал «Экзигет» поступил вопрос, как не потерять подругу, если муж категорически против ее визитов. Но про отношения мужа и жены написано в Евангелии очень много, и в Библии очень много. Про отношения подруг практически ничего не написано. Ну, друзья еще встречаются, а с подругами вообще сложно. И поэтому надо к человеку просто определиться, кого он меньше боится потерять, мужа или подругу. Пожалуйста, можно остаться с подругой без мужа или с мужем без подруги. Ну вот, давайте вернемся к посланию святого апостола Павла. Вот что говорит Господь через апостола Павла нам про отношения мужа и жены. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы светить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющая пятна, непорока или чего-нибудь подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны и мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, и от плоти его, и от костей его. Посему оставит человек отца и матери, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Оставит отца, матери, прилепится, и будут два, одной плоть. Вот вы никогда не замечали, что степень родства у детей и у родителей первая, а какая степень родства у мужа и жены нулевая? Вообще никакой степени родства, потому что это просто одно тело. И вот сейчас кусочек тела начинает задавать духовнику вопрос, а как вот сделать так, чтобы вторая половинка тела моего была бы не против, что я шляпу ношу вот эту на голове? Безумие, да? Ну вот иногда в таких маразматических этих пытается человек найти какую-то истину. Нет никакой истины во взаимоотношении друзей и подруг. Единственная проблема, как бы мужу с женой ужиться. Вот это на самом деле проблема. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Вот мне такое впечатление, что вот эта жена, которая задавала этот вопрос, она совсем не боится своего мужа. Если бы она хоть боялась своего мужа немножко, то бы она никогда бы не думала, как бы и не потерять подругу. Подруга штука хорошая. Дай бог ей здоровья. Пускай живет и процветает. Но все-таки я думаю, что взаимоотношения с мужем лучше выстраивать в отношениях его принципиального превосходства. Если он против чего-то, лучше не насильно затаскивать ее, нарываясь на антагонизм. А все-таки сделать это как-то более-менее, если дипломатично не получится, то лучше вообще расстаться. Я просто много раз был свидетелем тому, что вот родители, например, против брака, а дети настаивают. Ну, настаивают, настаивают. Вот поженились, а потом месяц прошел, розовые очки слетели, и начинается разбор полетов. То же самое и в отношении с людьми. Вот если кто-то из семьи против, не надо насильно заставлять человека терпеть того человека, которому... Ну, не то чтобы неприятен, может быть, а... Может быть, муж понимает, что подруга отнимает время от семьи у вас там или еще что-нибудь. Но в любом случае, я думаю, что если эта подруга когда-нибудь в какой-нибудь критической ситуации поможет вашей семье, ну, там, из пожара вытащит кого-нибудь или что-то спасет там, то я думаю, что муж не будет против такого героического друга среди вас. А если это поболтать, пиво попить и разбежаться в ущерб семейным отношениям, лучше сохранить семейные отношения. Помоги вам, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok